МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, вот очень интересное исследование. Я тогда продолжу эту тему. Владимир Ильич, у нас в Измайлово, на 15-й Парковой, там Пироговский центр, вот они провели это исследование среди работающего медицинского персонала, те, которые не болели респираторно-инфекционными заболеваниями. Я думаю, Анна Юрьевна, это будет интересно, в принципе. 35% работающего персонала, сестры, технический персонал, врачи, которые имеют антитела. Знаете, где-то нам надо перестроиться. Мы немножко, мне кажется, перегибаем палку, вот как бы драматизируя ситуацию в целом. Коронавирусом человек болеет, мать взяла его в грудь ребенка, через месяц у него уже появился коронавирус. И всю жизнь человек живет с этим, это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание у человека. Ну, то, что касается SARS, MERS и COVID, там немножко другая ситуация, я сейчас не буду. Но это как бы живет с человеком. Поэтому давайте спокойно разберемся, чтобы не было паники, потому что знание что и знание как. Мы должны абсолютно хорошо быть ориентированы в той объективной информации, которая связана с этой проблемой. И каждый из нас может быть вовлечен в этот процесс и должен быть готов к тому, чтобы встретиться с своим пациентом. Вот 2020 и 2019 год войдет в историю медицины, особенно касающейся легочного здоровья, как две легочные болезни. Это пневмонии, которые связаны с новыми технологиями курения, особенно электронные сигареты, вот эти вапы и так далее. И если сегодня посмотреть число умерших от пневмонии, которые были вызваны этими современными формами, их количество больных гораздо больше, чем больных, умерших от коронавируса. Но сегодняшняя наша тема не касается этих пневмоний. Я думаю, что вот та хорошая инициатива Департамента здравоохранения, она будет иметь место, будет развиваться. Сегодня мы полностью должны сконцентрировать все наше внимание вот на этой проблеме. Вчера генеральный директор всеми организаций здравоохранения, Теодорос Атханон, он проводит каждые два дня или каждый день брифинг, проводит конференцию, и он привел вот эти данные. Почему он это слово сказал? Пандемия. Ну число заболевших может быть не такое уж и большое. Это цифра последняя, которая приводит всеми организаций здравоохранения. Но число стран, которые увлечены в этот процесс, оно охватило все континенты. И африканский континент, и латиноамериканские страны. И вот сам факт как бы географический, он и побудил к тому, чтобы сказать это слово пандемия. Число умерших, эта цифра вот приводится, и об этом мы немножко позже будем говорить. Это данные, которые представила наша информационная система известия. Очень хороший такой наглядный слайд, потому что это столетие, в котором мы с вами как врачи активно работаем, оно ознаменовалось появлением новых болезней. И если вернуться к исходному периоду 2002 года, тогда возникла вот эта проблема, которая получила название SARS. Severe acute respiratory syndrome. Тяжелый острый респираторный синдром. Или атипичная пневмония. Вот второй термин, который был. Тогда очень сложно мир расшифровывал, а что является причиной этих пневмоний. И прошли несколько месяцев ведущие вирусологические лаборатории мира в Германии, в Торонто, в Ванкувере, в Амстердаме. Знаете, это была очень напряженная работа с тем, чтобы ученые тогда поняли, что произошла мутация в вирусе, который очень распространял человеческой популяции. Я на это буду обращать ваше внимание. Это знания, которые необходимо иметь каждому из врачей. Потому что с инфекцией, которая вызывается коронавирусом, это одна из наиболее распространенных болезней у человека. Но об этом несколько позже. Обратите внимание, 2003 год. Он изнаменовался таким высоко патогенным штаммом гриппа, как H5N1. И научный прогноз всегда говорил о том, что бойтесь всего именно этой формы гриппа. Потому что смертность, она, как видите, на небольшой группе, она достигла 52%. Прошло небольшой период времени, и 2009 год. Каждые 2-3 года мы стоим перед фактом новой болезни, и органы мишени являются легкие. Вот из всего, что произошло с человеком, наиболее уязвимым оказалось легочное здоровье у современного человека. И вот тот грипп, который в обиходе называют свиной грипп, или калифорнийский стамм, H1N1, Россия тоже была вовлечена в этот процесс. Но если сравнивать наши данные эпидемиологические с данными других стран, в первую очередь Соединённых Штатами Америки и странами Западной Европы, то я хотел бы сказать, что мы понесли наименьший социальный урон, чем другие страны. Общее число больных здесь указаны эти цифры, а смертность достигла 17,4%. Прошел небольшой период времени, 2012 год. В 2012 году в странах арабского мира, в первую очередь Саудовской Аравии, вспыхла болезнь, которая тоже была неизвестна. Новая болезнь. Но если вы отчитаете период 2002-2012 год, где-то 8-9 лет коронавирус дал о себе знать. И первый диагноз поставили в Лондоне, в Бромтон-госпитале, от один из ведущих центров Великобритании. Мужчина-араб по национальности с тяжелым воспалением легких, был доставлен в отделение реанимации этого знаменитого госпиталя. И там впервые поставили вот этот диагноз. Респираторный синдром, ближневосточный коронавирус. Но источником, биологическим резервуаром я об этом несколько позже скажу. В 2013 год, то есть через год, вспыхла небольшая эпидемическая вспышка высокопатогенного гриппа H7N9. Человек стал заражать человека. И тогда, как видите, смертность достигла 39,3%. И, наконец, вот сегодня мы с вами встретились, и сегодня мы с вами общаемся, чтобы вникнуть в ту проблему, которая сегодня официально обозначена как пандемия коронавирусной инфекции, получившая название, я об этом тоже буду говорить, о таксономии того заболевания, о котором мы с вами говорим. Итак, наша речь пойдет вот об этом вирусе, коронавирусе, который у человека достаточно распространен. Ответим на два вопроса. Что мы знаем об этом? Что мы не знаем? И какие вопросы нам надо сегодня ставить и активно искать? Когда человечество встречается с такими проблемами, всегда возникают как бы новые идеи, новые подходы. И вот ту проблему, которую мы с вами сегодня переживаем, поймите меня правильно, мы сделаем очень много и открытий, и исследований, и медицины, вот лицо медицины, оно уже изменилось. Вы видите, какие мероприятия защитного характера предпринимаются, как активно врачи думают о том, а как лечить, какие методы будут эффективны, как активно врачи ищут именно способы ранней диагностики, как защитить врачебные коллективы, медицинский персонал. И это все вопросы, которые, конечно, возникли после того, как мы с этим фактором столкнулись. Я расскажу вам о том случае, вот Алексей Иванович рассказал об этой больнице, это новая Москва-коммунарка. Я хочу сказать, что Москва, в первую очередь, конечно, страна сегодня может гордиться такой больницей, который находится вот в этом новом районе города Москвы. Это одна из самых современных больниц, не только России, а я уверен, вам могу сказать, это лучшая больница в Европе. Ее организация этой больницы, архитектура, очень хорошо продумано движение, персоналы, врачей и так далее. И вот в эту больницу поступил больной, который был направлен из поликлиники. Это мужчина, 48 лет, он вернулся из Милана, и вечером, 27 февраля, он почувствовал себя неважно, он померил температуру, она повышенная. Ну и так как в это время в Италии уже происходит, как вы знаете, хорошо, такая достаточно глубокая паника, то с этими симптомами он пришел к своему участковому врачу. Вот я не знаю этого врача, и откровенно говоря, это моя ошибка, я не знаю поликлинику, в которую он пришел, но действия врача были абсолютно правильны. Вот то, о чем сказал наш министр здравоохранения. Сказал, увидели, обязательно сделайте вот такие определенные исследования. И действительно, врач правильно сделал, он взял у него мазки из полости носа, орофаренгиальной области, попросил больного помочиться в туалете, собрал мочу и отправил в лабораторию. И когда из лаборатории пришел ответ, что у этого человека положительные тесты на коронавирусы, то, собственно говоря, он и поступил в эту больницу. Давайте посмотрим, собственно говоря, что сделал врач правильно. Он правильно собрал эпитанамнез. При этой болезни эпитанамнезу придается очень большое значение. Вообще при многих инфекционных заболеваниях, ну при большинстве из них, и при коронавирусах обязательно надо собирать эпитанамнез. Вообще всем видам анамнеза надо уделять большое внимание. И вот, как вы видите, он его помещает в эту больницу. Его, ну как бы, жизненные такие критерии. Когда вы с ним говорите, он нормально, он хорошо реагирует, он хорошо вступает в контакт. И никаких, казалось бы, проблем в общении с этим больным не было. Он не кашляет, у него нет насморка. И поэтому, когда вы берете ту информацию, которая приходит и в научных журналах, и в журналах средств массовой информации, то если общаться с этим больным на том этапе, вы не получаете той картины, которая вас как бы общество настроило. Потому что входными воротами при коронавирусах является эпителий слизистой носа. И первые симптомы, которые появляются, это симптомы, связанные с ринитом и заложенностью носовых ходов. У него этих симптомов не было. Иногда у этих больных, говорят, у них бывает кишечная форма. Эпителий тонкого кишечника тоже подвержен такому воздействию. Иногда бывают проблемы, связанные с дискомфортом пищеварительным, с пластическими болями и с тем, что у этого человека бывает неустойчивый стул. У него тоже этого ничего не было. И у него не было признаков пневмонии. Он не кашлял. У него не было продукции мокроты. Но настораживало следующее. Обратите внимание, вот я это подчеркиваю. Когда взяли кровь из артерии и определили напряжение кислорода, для мужчины в возрасте 48 лет эта цифра плохая. 62 мм ртутного столба. А когда посмотрели анализ крови, то число лимфоцитов оказалось 2%. Вот два кардинальных признака. Это признак, который указывает на гипоксимию, а это пульс оксиметрии и снижение. Я об этом буду обязательно подчеркивать и говорить. И именно для коронавируса характерна очень устойчивая лимфопения. И у этого больного потом вы увидите, как все это сохранялось. Ему делают компьютерную томограмму. А пневмония его локализуется в так называемых афоничных зонах органов дыхания. Врач таких пневмоний не слышит. И объективным методом, который может действительно указать, что пневмония есть, это проведение компьютерной томограммы. Я хотел бы поднять вопрос, который очень важен. Ну, прежде чем подойти к этому больному, как видите, вот мы одеваемся так. Здесь и главный врач, и ночмед, и моя собственная персона. Вот мы одели соответствующие костюмы, одели очки, одели респираторы, и появляемся около постели этого больного. Вот смотрите, я его осматриваю. Он загорелый, приехал с горно-лыжного курорта. А когда я к нему наклонился, он стал рыдать. И задал мне вопрос, а сколько я еще проживу? Я впервые осознал, какая психологическая нагрузка приходится на человека, когда к ним появляются не врачи, лица не видно, речь сквозь этой респираторной маски смазана, и так далее, и так далее. Я беру его за руку, и я его успокаиваю, и говорю о том, что он выздоровеет, и все будет нормально у него. Проблем у него серьезных никаких не будет. И я его спрашиваю, а вы по телефону-то позвонили или нет? Он говорит, да вот и телефон тоже забрали, и так далее. Ну вот, дали им телефон, поговорил с супругой, и он как бы быстро пришел в себя. Психологическая поддержка этих больных. Понимаете, вот возникает такая проблема. Я сейчас много этим занимаюсь, и на эту тему пишу. Одно дело клиническое мышление, компьютерная томограмма, анализа крови, газы крови, и так далее, и так далее. А другое дело, этическое мышление. Мы сегодня называем это слово, английским словом, эмпатия. И я увидел вот вся эта супертехнология, суперсовременная больница, которая приняла своего пациента, но на него оказал это психологический такой эффект, что пришлось, конечно, вот решать эти проблемы. Я с Алексеем Ивановичем об этом говорил, и он уже быстро отреагировал, и вот во все эти, как бы, больницы и так далее, ну, будут направляться клинические психологи, которые будут заниматься этими больными. В семье этого человека заболел отец, он поступил в тяжелом состоянии, заболела его мама. Вот понимаете, эпитонамнез и эпидемиологический кластер болезни. У всех по-разному протекает эта болезнь. У него, 48-летний мужчина, в целом удалось, как бы, быстро купировать его состояние. Чем мы его лечили? Итак, как вы поняли, извините, мы заставили его в период, когда стал формироваться первое проявление респираторного дистресс-синдрома. О нем говорят характер изменений на компьютерной томограмме, говорит о снижении напряжения кислорода в артерии у этого человека и достаточно глубокой лимфопении. То есть, вот все эти признаки, о которых я сказал, они свидетельствуют о том, что человек действительно тяжело болен. И дать кислород, и посмотреть, ответил или не ответил. Ему дали кислород, дали в хорошей форме кислород, а он на него плохо ответил. Вот я хотел бы, уважаемые коллеги, ну это является и моей специальностью, кислород как лекарство. Как человек реагирует на лекарства? Он, я должен сказать, отреагировал на лекарства, на кислород отрицательно. То есть, у него стало подрастать напряжение углекислоты. Ну, мы поменяли некоторые режимы. Мы дали ему антивирусный препарат, потому что по опыту 2002 года наиболее распространенным препаратом, который показал эффективность, были ингибиторы нейроминидазы. Поэтому мы дали ему азелтамивир по 70 миллиграмм два раза в день, назначили два антибиотика, прокапали пентаглобин внутривенно 20 грамм, и он продолжен ингаляцией терапии ла-сальвана, и к нему стал каждый день приходить клинический психолог, который стал им заниматься. Сегодня он себя хорошо чувствует, он активен, и всех методов, которые оказались эффективными, самым эффективным оказалась позиция на животе. Мы это называем prone position. Почему? Потому что в таком положении у человека начинают активно работать базальные отделы легких, где наиболее эффективны вентиляция и перфузия. В общем, его проблемы, как видите, мы решили достаточно быстро. И посмотрите, как стали меняться. За исключением лимфоцитов, собственно говоря, вирусомия у него продолжается. И антивирусная терапия, и вспомогательная, заместительная иммунотерапия, как видите, она не оказалась такой эффективной. Вопрос, что мы знаем, что мы не знаем. Мы не знаем сегодня эффективных антивирусных препаратов, которые могли бы резко оборвать репликацию вируса в организме человека. Но прежде чем я приступлю к систематическому исследованию, всегда на изложении этого материала, конечно, важно, что я вам пользуюсь научными фактами. Это факты, которые получены из публикации Американского института по контролю за инфекционными заболеваниями, всеми организацией здравоохранения. Очень активно работают Международные общества, Европейского респираторного общества, Американского таракального общества. И публикации, которые я буду приводить, некоторые из них, это журнал «Лансэнс», «Сайт», «Нэччер», и очень активен всегда журнал «Нью Энгельт», журнал «Медсин». И я одно из наблюдений, которое пришло из Центрального госпиталя Светла, это штат Вашингтон, я воспользуюсь и приведу на американском примере, как американцы лечили своего больного. Всегда, знаете, очень важно понимать современную проблему, связать ее с историей. Если мы рвем и не понимаем вот эту историческую цепь, мы, откровенно говоря, не в состоянии понять, а что сегодня происходит. И вот наши выдающиеся историки, в частности, Ключевский и Василий Осипович, всегда учил нас о том, не фрагментировать историю, а постараться ее выстроить в логической такой связи одно из другое. Коронавирус был описан совсем недавно, это 1937 год. И когда он был описан у цыплят, потому что погибли, стали создаваться вот эти фермы, и вот при этой технологии впервые вот именно ветеринарные врачи столкнулись с проблемой массовой гибели цыплят. И когда попытались разобраться, почему цыпляты гибнут, то оказалось вот тот вирус, который раньше не был известен. Это был коронавирус. Ну и все думали, что теперь использовать технологию вирусологии для того, чтобы культивировать этот вирус. Ничего не получилось. Прошли десятилетия, практически 30 лет, пока вот эти два ученых Терл и Бенуа не взяли эпителиальные клетки слизистой трахеи. Это важная принципиальная информация. Биологической мишенью этого вируса являются эпителиальные клетки. И если вы не используете культуру эпителиальных клеток, то вырастить вируса невозможно. Это вот загадочное свойство этого вируса. В этом отношении он отличается от многих других. И к 2000 году было описано порядка 15 серотипов. А я позже покажу последние данные. Вот с этого периода, обозримого за последние 20 лет, произошел научный взрыв именно по пониманию семейства коронавирусов патологии человека. Почему это назвали коронавирус? Вот эти шиповые отростки, которые здесь видите, через них вирус достигает рецепторного поля и вступая в биологическое взаимодействие с рецепторным полем эпителиальных клеток, проникает внутрь клетки и идет определенный процесс, который хорошо был описан многими вирусологами и молекулярными биологами. А вот собственно говоря это графика и показаны эти вот шиповидные отростки, которые маркированы буквой англической латинской буквой С, показана структура этого вируса, все о нем известно собственно говоря. Здесь загадок никаких нет. Загадка природы в другом. Что толкает к тому, чтобы произошла мутация этого вируса, под какими факторами происходит то, что было в 2002 году, то, что произошло в 2012 году, и как видите биологический такой код с интервалом 8-9 лет повторяется эта инфекция. И эта инфекция, которая сегодня, она может быть по тяжести не такая выраженная, как это были в те предшествующие периоды, но как представляете, она получила характер пандемии. Какой правильный язык, как правильно обозначать и в историях болезнях, и когда будете оформлять диагнозы, вы должны пользоваться вот этой терминологией. 12 февраля 2020 года Интернациональный Комитет по таксономии обозначил этот вирус следующей аббревиатурой SARS. Это я с этого начал, если вы помните тот слайд, который я показывал, 2002 год, это острый, это тяжелый острый респираторный синдром. Потом идет тире и аббревиатура английская COF. Это коронавирус. И потом идет цифра 2. Я на этом остановлюсь. Почему, собственно говоря, внесены вот эти знаки, и почему именно библиотеку по геному вошел с таким названием. Несколько позже вы поймете, почему это произошло. Ну, а теперь вернемся к нашей бытовой практике. Каждый год, когда особенно осенью вы возвращаетесь из отпусков, и к вам приходят ваши пациенты, они приходят с синдромом простуды. Синдром простуды. И среди этого контингента ваших больных, которые придут, более 30-40%, которые переносят простудное заболевание, вызваны вот этими коронавирусами. Посмотрите, это коронавирус 229Е, коронавирус НЛ-63, коронавирус оси 43, и так далее, и так далее. У них есть некоторые различия. Но та медицина, которая накопила этот научный опыт, она показала о том, что это безобидный вирус. Ну, он протекает там 10-14 дней этого простудного заболевания. Но никогда не бывает высоких температур, системных реакций. Может быть, редко у отдельных индивидуумов появится синдром миалгии, у некоторых появятся симптомы так называемого кишечного гриппа, и так далее, и так далее. Было подмечено, что вот эти серотипы этого вируса часто идут в паре с риновирусом. И вот здесь, собственно говоря, всегда возникал вопрос, а коронавирус по своему действию на организм человека отличается от риновируса? И поэтому в ряде стран, в данном случае в Шотландии и в Соединенных Штатах Америки провели исследование на волонтерах, заражали этими вирусами добровольцев и восстановили картину, что происходит с человеком. Разница есть. Риновирус часто вызывает бронхиальную астму, и она получила название вирус, индуцированный бронхиальной астмой. А у коронавируса такой нет, и не было причин следственных анализа, который показал бы, что коронавирус может приводить к какой-то пагубной такой проблеме. А вот это официальные данные, данные, которые приводятся в таком информационном источнике, как UpToDate, это данные на сегодняшний день. Как видите, при синдроме простуды лидирующим вирусом является риновирус, 50%, то есть каждый второй больной, который к вам обратится с простудой, это человек, у которого риновирус. Вторую строчку занимает коронавирус, но по разным данным иногда повышает до 30%. Я не буду всего этого перечислять, но некоторые вирусы, они пока малоизвестны в нашей стране, в частности метапневмонический вирус, у нашего коллеги-педиатра, который в этом участвует тоже, в детской популяции более распространен метапневмонический вирус. Вопрос, а как часто человек переносит вот эти заболевания? Ну, ребенок до 10 раз в год, и 10 раз в год у него может быть высеян коронавирус, потому что это вот связано, скажем, с той проблемой, которая есть. Поэтому это как бы считалось, что это безобидная инфекция, она не имеет тенденции хронизации у человека, и к этому всегда спокойно относилась. вот это данные, которыми Россия может гордиться, и я в том числе, потому что они получены вместе с нашими замечательными учеными из института Габричевского. Эти данные мы получили давно, в начале 80-х годов. Нас интересовала судьба тяжелых больных с аллергией, так называемый атопический синдром. И вместе с профессором Грачевой, которая занималась проблемой дисбактериоза при кишечной инфекции, это еще в клинике Билибина Александра Федоровича эта проблема как бы поднималась и ставилась. Это замечательный ученый, который действительно внесла такой большой вклад в разработку этой проблемы. Но мы впервые задались целью, а если вирусный дисбиоз? Вы уже понимаете, что есть вирус, с которым человек живет, Эпштейн-Бара, часто цитомегаловирус, латентная форма, герпетическая группа вирусов, как бы клиническая вирусология, которая подводит к таким проблемам. И действительно, мы увидели, что в 39% случаях при атопическом синдроме высевается положительный тесты идут на коронный вирус. конечно, не тот коронный вирус, о котором мы с вами говорим, это не мутирующие штаммы, о которых идем вверх. И вот на этом слайде, продолжая эти данные, вы видите, что чем тяжелее форма заболевания, тем чаще встречается. Но нужно было ответить на вопрос, а это является причиной тяжелого атопического синдрома? Я на это ответить не могу. Это как бы констатация самого факта, но что это на самом деле связано или не связано, если здесь причина следственных взаимоотношений, на этот вопрос мы ответа так и не получили. Но я к чему эти данные привожу, эту информацию, чтобы была эрудиция у врача, а что такое вообще коронавирус у человека? как видите он очень быстро с этим сталкивается. Он родился и практически на первом году жизни он с этим столкнется. Ребенок развивается особенно подросткового периода, дети младшего возраста, сколько раз они переносят вот эти сопливые, извините за несколько жаргонный вариант состояния и так далее. У взрослого человека это уже меньше бывает, взрослый человек так часто не болеет. Итак, тяжелый острый респираторный синдром 2002 года. Вот об этом ученом я хочу особенно рассказать. Я с ним работал в Международных комитетах Всемирной организации здравоохранения. Его фамилия была Урбани. Он вирусолог из Милана. Как вы знаете, Милан сегодня находится в эпицентре вспышки, которая произошла в Европе. Урбани известный был вирусолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Он занимался проблемами ВИЧ-инфицированных в Африке и активно участвовал в этом. Последние годы своей жизни он занимался коронавирусами. 2002 год, это декабрь месяц, тоже проблемы совпадают по срокам. Урбани позвонили из Женевы и попросили срочно вылететь в Ханой. Потому что тот SARS, который начинался, он начинался с юга Китая и потом быстро перекинулся в Гонконг и во Вьетнам. И во Вьетнаме было наиболее тяжелое число, наибольшее число смертельных исходов. Когда Урбани прибыл в Ханой и вошел в госпиталь, он был поражен. Больные есть, а врачей нет. Знаете, вот в тот период началась паника врачебных коллективах Гонконга, вот в данном случае Ханой, ну и некоторых китайских городов. И эта паника была связана с тем, что наиболее тяжело болел медицинский персонал. И если взять всех, то на первое место по смертности выходили как раз врачи и медицинский персонал, который занимался этими больными. Он оценил эту ситуацию, он очень много сделал, он убедил врачей вернуться, он убедил администрацию, как надо изменить работу в этом госпитале, он убедил правительство закрыть тогда Вьетнам на карантин. И они послушались в конечном счете его рекомендации и, в общем-то, Вьетнам выполнил все предписания, которые сделал этот замечательный вирусолог. И одна из первых стран, которая вышла из этой цепочки, это был Вьетнам. Он сделал свою работу как вирусолог, собрал материал для вирусологических обследований, сел в самолет, а как только он набрал высоту, он почувствовал, что он тяжело заболел. Он взял блокнотик и стал записывать каждые свои ощущения через 30 минут, через час, через полтора, через два, через три с половиной часа самолет, которым он летел, приземлился в аэропорту города Бангкок. Его встречают его коллеги, в данном случае американские вирусологи, он дал знать, что он везет материал такой интересный, и аутопсийный материал, и материал биологические пробы для проведения. И на трап самолет он уже спуститься сам не мог, он нуждался в поддержке, он дает знать американским вирусологам, что он настолько плохо себя чувствует, чтобы они к нему не подходили. Еще не было известно, какой это вирус. Это оставалось неделя до того, как немецкие вирусологи из Франкфурта на Майне выделят, опишут именно этот вирус. Его отвезли в центральный госпиталь Бангкока, отвезли в реанимационное отделение, ему проводили механическую вентиляцию легких, он умер. Умер при проявлении респираторного дистросиндрома. Вот теперь вернитесь к тому наблюдению, которое я представил. Вот окно, когда можно помочь человеку, оно очень маленькое, очень короткое, потому что потом начнутся очень серьезные осложнения, которые потребуют уже проведения другой медицины и других воздействий. Он умер, была аутопсия, из его органов выделили штамм, который сегодня называется SARS-CoV-2. это штамм доктора Урбана и вирусолога, который внес такой большой вклад. Поэтому та история, которая случилась в 2002 году, как видите, она циркулирует, она не ушла. И вот, как вы поняли, прошло 8-9 лет, и в Саудовской Аравии развилась вот эта новая волна, новая эпидемическая вспышка. Ну, и мы с вами свидетелями. Кто является биологическим резервуаром этого вируса? Здесь перечисляются целый ряд животного, представителей животного мира, но все в последнее время грешат на летучую мышь. Считают, что летучая мышь это то, что есть. Ну, а если вернуться к SARS-CoV-2, то SARS-CoV-2 случился и считается, что он произошел от этих вот африканских кошечек. Африканских кошечек разводили в фермах, в данном случае Гонконга, собирали потовую жидкость от этих кошечек. Эта потовая жидкость шла в парфюмерную промышленность, в частности, в литературе те информации, которые есть для приготовления арабских духов. То есть, это как бы поддерживают. Ну, а китайцы, они мастера большие в этом случае. И вот тогда в Гонконге, в национальном парке оказалось стопроцентное заражение этих кошечек. А когда случилось в 2012 году в Саудовской Аравии, то биологическим резервуаром оказались вот эти вот верблюды, которые... Ну, а на сегодняшний день, как вы поняли, все-таки считается, что это летучие мышь. Их на самом деле очень много, разновидности летучих мышей, но не сама летучая мышь, а те испражнения, которые она разбрасывает везде, и поэтому продукты, поэтому как бы на рынке не были поражены исходно морепродукты, так как были инфицированы летучие мыши, то считается так. Знаете, вот это очень важная информация, это филогенетическое дерево всех видов коронавируса. И вот я здесь не могу как-то показать, но тем не менее B, Cov, C, это то, что связано с человеком. Вот сюда входит и SARS, сюда входит и MERS, сюда и входит новейший коронавирус. И вот количество серотипов, которое описано, превышает 50, 50 серотипов. И среди них, как видите, вот летучая мышь, это обозначено альфа, Cov, коронавирус. Как видите, очень много-много именно различных подтипов летучих мышей, которые являются биологическим резервуаром. Но та ситуация, которая сегодня сложилась, она называется болезнь путешественников. Когда человек заражает человека, когда уже нет прямого контакта с первичным источником, и вот есть такое понятие болезни путешественников, к которым относится в данном случае вот тот коронавирус, который сегодня циркулирует. Как протекает эта болезнь? Ну, мы с вами живем в период, который называется периодом искусственного интеллекта или четвертой технологической революции. Что характерно для этого? Это характерно большого массива данных, обработки и действительно суперкомпьютеры, которые работают анализируют. И вот те данные, которые я вам представляю, они мало изменились на сегодняшний день по соотношению, но это данные, которые получили с помощью современных технологий компьютерной обработки. И вот на период, когда было 74-500 тысяч, 81% переносили болезнь легко, 81%. 14% болезнь протекала тяжело. Что такое тяжело? Это одышка, диспноя и гипоксимия. Особенно тяжелая гипоксимия, когда низкие цифры. контрольные цифры сегодня, и я специально захватил пульсоксиметром, которым я пользуюсь. Вот я хотел бы, чтобы каждый врач, это в свое время еще с Онищенко Геннадьем Григорьевичем, мы это дело внедрили. Фонда эндоскоп, тонометр и третий прибор, это пульсоксиметр. И если вы у своего пациента, который пришел с насморком к вам, увидели цифру 94-93%, вы такого больного не отпускаете. Это пациент, который будет нуждаться в проведении вирусологического обследования. Запомните, цифра, она уточненная. Вот эта пандемия, которая есть, там введена новая цифра, это 94-93%. Правда, у пожилых людей эта цифра, она может быть и физиологической нормой. Но если вы дадите человеку чуть-чуть пройти, скажем, пройти по коридору, вокруг стола и так далее, и у гипоксимического больного всегда цифра будет падать. Легкая физическая нагрузка, и это приведет к снижению сатурации кислорода. Вот смертность в Юхане составила 2-4%, а смертность в других провинциях Китая 0,7%. То есть, собственно говоря, это коронавирус, который имеет очень широкую распространенность, но, к счастью, не является таким агрессивным высокопатогенным штаммом. Какие симптомы заболевания? Ну, конечно, лихорадка, это 99% данной машины обработки, сухой кашель. Вот на это обращают внимание. И мы хотели бы, как врачи ответить, а почему сухой кашель вызывается у этих больных? За счет поражения верхнего отдела дыхательных путей или какие-то другие механизмы лежат? И действительно, этот механизм расшифрован. Многие врачи, которые сейчас сидят и меня слушают, знают больным, которым они прописали ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента. Вы эти препараты назначаете для лиц, которые страдают артериальной гипертонией, лиц, которые страдают застойной сердечной недостаточностью, и в 30% случаях у ваших пациентов появляется кашель. Вот этот кашель возникает вследствие вовлечения определенного рецептора и в эпителиальных клетках дистального отдела дыхательных путей коронавирус сверху, это где-то на 9-12 сутки, он проник в нижний отдел дыхательных путей, и вызывает раздражение вот этого рецептора, это является причиной кашля. То есть кашель появляет вследствие того, что вирус проник в дистальный отдел дыхательных путей. а следующим этапом является одышка диспноя. И как только появляются вот эти признаки, сухой непродуктивной каши, одышка, вы должны все это связать. И простуда, безобидная, легкая простуда, она превращается в очень серьезное заболевание, иногда с плохим таким прогнозом. бывают гастроэнтерологические симптомы, и вы сейчас об этом услышите несколько позже от меня. В основном это связано с поражением тонкого кишечника, там тоже вирус проникает в эпителиальные клетки тонкого кишечника. Поставлен вопрос, есть ли биологические маркеры. Я вот смотрю, некоторые фотографируют мои слайды, я вам разрешаю полностью, на 100% использовать мои слайды. Возьмите их, просмотрите еще раз, вернитесь и так далее. Я просто вам даже благодарен буду, потому что я понимаю, вам это для дела надо, не для рекламы какой-то, а для использовать это для дела. Вот такой вопрос, а есть ли биологические маркеры коронавирусной инфекции? Чем коронавирусная инфекция отличается от других простудных вирусных заболеваний? Чем? Лимфопения. Вот это хорошая математика, она показала, чем меньше лимфоцитов в организме человека при простудном заболевании, тем вероятнее всего у этого человека и болезнь вызвана коронавирусом. Ну, по тем данным, которые пришли из Китая, некоторые значения придается высокой концентрации Д-Демера. Д-Демер повышается у этих больных тогда, когда в процесс вовлекается кровообращение и вентиляция легких и связано с развитием острого легочного сердца. У некоторых больных была повышена активность печеночных ферментов и обратите внимание, вот при этом кашле при этой пневмонии, а прокальциотонин нормальный. Прокальциотонин появится уже в другой ситуации. С чего начинается диагноз? Вы знаете, совсем недавно генеральным директором Семьи Организации Здравоохранения была Маргарет Чен. Она несколько раз приезжала к нам в страну, встречалась с нашим высоким руководством и Владимиром Владимировичем встречалась, провела замечательную конференцию. И она стала таким знаменитым доктором, вот потому, что она представила этот эпидемиологический кластер. Она спасла в свое время Гонконг от очень тяжелого распространения этой инфекции. И вот она показала, что мужчина, профессор, ему 64 года, прилетел в Гонконг, чтобы встретиться с своим родственником, и они встретились и пошли вот в этот парк, где разводили этих кошечек африканских. А к вечеру он стал тяжело больным человеком. Он пришел, его привезли в госпиталь Гонконга, его приняла медицинская сестра, женщина 35 лет, которая умерла. Он контактировал в отеле своим дальним родственникам, мужчина 72 года, он умер. В отделении его принял медбрат 53 лет, он умер, и так далее, и так далее. И вот когда она представила, как важна вся эта цепочка. Вот почему сегодня Московское здравоохранение так тщательно собирает именно эпидемиологические данные, кластер, для того, чтобы выявить возможно потенциальных пораженных больных. А это, вы знаете, американское наблюдение, на котором я хотел бы подробно остановиться. Речь идет о мужчине, который прибыл в город Сиэтл, штата Вашингтон. Он прибыл туда 13 января 2020 года и почувствовал себя неважно 15 числа и почувствовал себя неважно 16 числа. Средства массовой информации в США постоянно говорили и говорят о проблеме, которая связана с коронавирусом. И те, кто прибыли из Китая, к ним было особое обращение. Если вы с такими симптомами, то сделайте так. Знаете, вот я поднимаю очень тонкую вещь. Мы с вами, врачи России, живем в период, когда резко изменилась модель здравоохранения. До определенного периода была та, которая называется патернализм. Патернализм, когда врач брал на себя все формы ответственности. А вот после Нюрнберга, так называемый кодекс Нюрнский, пришла медицина, которая называется добровольно информированное согласие. Вы пациенту должны все сказать. А вот решение принимает больной. Но здесь в условиях пандемии возникает очень важная проблема. Это проблема, которая связана права и обязанности. А вот какая обязанность лежит перед гражданином в условиях пандемии, которая объявлена. И это надо донести. Вы знаете, это очень важная часть современного периода, в котором мы с вами находимся. Обязанность гражданина, когда ему поставили определенный диагноз. То есть он должен активно сотрудничать и способствовать тому, чтобы решить проблемы его здоровья. И это, конечно, касается и вот этот человек в Сиэтле, его врачи поблагодарили. И вот в этой статье, о которой я говорю, там подробно на эту тему все рассказано. Итак, он говорит врачам, что его беспокоит каша, здесь ков, английское слово, что у него повышенная температура 37,2, 37,3, это верхняя часть, что у него позже появилась ринарея, но не сразу она была, что он недомогает, и ночью у него случилась тошнота, рвота, и вот этому гражданину Северной Штатов Америки делаются анализы вирусологические, они отрицательны, гриппа нет, респираторно-сенсуального вируса нет, пароинфлюенции нет, и так далее, и так далее. Но врач, учитывая, что он прибыл из Китая, из этого города, он вновь зовет к себе этого пациента. Вот я на это хотел бы обратить внимание, эпиданамнез иногда играет ключевую роль, чтобы добиться правильной постановки диагноза. Он опять возвращается к врачам, они повторно берут анализы и отсылают уже в референс-лабораторию. Ну, в нашем случае это Вектор, а у Соединенных Штатов Америки это город Атланта, где находится центр CDC по контролю за инфекционными заболеваниями. И оттуда уже приходит ответ у него положительные тесты. Уважаемые коллеги, обратите на это внимание. Понимаете, иногда мы можем столкнуться с сложно отрицательными результатами, но если у вас в руках есть эпиданамнез, проявите настойчивость и можете повторно обратиться. Наверное, потом Светлана Васильевна прокомментирует, насколько важно действительно повторное возвращение ко всему это. И мы сделали генографию органов грудной клетки. Никакой пневмонии нет. Но, наблюдаясь на карантине, у него развивается пневмония. Развивается пневмония, как бы уже находясь под карантином. Почему нужен карантин? Вот на примере этого больного, который я рассказываю, возникла вот эта проблема. Американские врачи, посмотрите, какие обследования проводят. И эти обследования, которые вы проводите. Считается количество лейкоцитов, эритроцитов, абсолютное количество нитрофилов. Но вот есть строчка абсолютное количество лимфоцитов. Просмотрите, из всех признаков, которые здесь перечислены, нормальный прокальцитонин, цирреактивный белок, фибриноген, лактат, дегидрогеназа, протрамбин, и так далее, и так далее. А единственным признаком была лимфопения у этого человека. И вот они, собственно говоря, поняв, что речь идет уже о коронавирусной, вирусно-бактериальной пневмонии. И вот эта бактериальная пневмония развивается в сроке где-то 12-16 день от начала заболевания. То есть период вирусомии закончился, она трансформируется в период вирусно-бактериальной пневмонии. Поэтому по срокам вы будете ориентированы, когда у вашего пациента могут возникнуть. Это вот больные, которые разбирали на страницах журнала Lancet. Это тяжелые пневмонии, консолидирующие инфильтраты, суплевральные расположенные, с признаками респираторного диэстросиндрома. Но вот кто читает хорошо такой материал диагностический, поражения плевры нет, и скопления жидкости в плевральных полостях не происходит. А это успешное лечение. Собственно говоря, как видите, и в нашем случае, который я вам вначале представил, и вот этот случай, все хорошо. А теперь давайте это сопоставим, а что происходит в легких. Вот первое, то, что происходит. Итак, инфекции верхнего отдела дыхательных путей циркулируют где-то 9, 12, 14 дней. Потом инфекция опускается в дистальный отдел дыхательных путей, вирусно-бактериальной пневмонии. Но это еще не трагедия. А вот трагедия начинается тогда, когда 16-го где-то дня развивается, усугубляется гипоксимия вследствие повреждения альвеол. Диффузные повреждения альвеол. И если это перенести на компьютерную томограмму, то вот эти консолидирующие инфильтраты воспалительные, они связаны уже вот с тем, что поражает. Если человек переживает этот период, то в это альвелярное пространство устремляются грибы и присоединяются грибковые пневмонии. Вот это диффузное повреждение альвеол, альвеолярный отек, развивается клиника респираторного дистресс-синдрома. Вернемся к этому американскому наблюдению. И вот верхняя строчка это смыв из поверхности слизистой носа. И на протяжении 12 дней при успешном лечении у него сохраняются положительные тесты на коронавирус. Вот в научном плане вспомните тот вопрос, который я поставил. Что мы знаем, чего мы не знаем. А мы не знаем сроки элиминации вируса из организма человека. Мы не знаем этого. И возникает вопрос, а может ли человек хронически носить коронавирус? Мы этого не знаем. Есть некоторые гипотезы, догадки, что в течение года у человека может развиться тяжелое такое легочное заболевание, которое называется респираторным легочным фиброзом. Так это или не так, это вопрос, который сегодня происходит. Но к чему это обязывает, уважаемые коллеги, когда у вас появятся эти пациенты, не отфутбольте их, не занимайтесь пинг-понгом. Постарайтесь за ними понаблюдать через 3 месяца, через 6 месяцев, через 9 месяцев, через год. Знайте, что они очень опасны по развитию хронических фиброзных легочных заболеваний. Существует такое понятие фульмонологии, как золотой стандарт постановки диагноза пневмонии. Это простые тесты температуры, кашель, репродукция, мокроты, физикальное обследование этих больных. Но, к сожалению, как я уже сказал, некоторые пневмонии, которые афоничны. Верхние зоны, язычковый сегмент с левой стороны, средняя доля с правой стороны, поэтому мы более-менее хорошо выслушаем пневмонии, которые находятся в девятых-десятых сегментах легкого. Ликопения, ликоцитоз. И врач, который принял больного с пневмонией, обратите внимание, насколько напряженной должна быть врачебная работа. Первый врач, это человек, специальность которой заставляет принимать решение. Решение. На каждом шагу врач должен принимать решение. Где должен находиться больной? Дома? Обычный стационар? Блок интенсивной терапии. Какие критерии, которые позволяют? Итак, решение принято. Первый день очень напряженный. Особенно при рассмотре, я уже затрагивал эту тему, когда проводится клиническое обследование, определить кислородный пульс, определить сатурацию кислорода, принципиальные позиции, и отметить в истории болезни, что вот на такой-такой-то час, такого-такого-то дня, его сатурация кислорода составила 95%, или 94%, но уже другая тактика поведения. Для этих больных очень важна ранняя диагностика гипоксимии этих больных, анализ крови, мочи. И вот международное сообщество, врачебное, оно выставило критерии качества оказания медицинской помощи больным с пневмониями. И пятая строчка как раз этому посвящена. Если вы, уважаемые коллеги, поставили диагноз пневмония, антибиотики эмпирически вы должны назначить в течение четырех часов. Свыше вы, это является врачебной ошибкой. И вот как я вам приводил пример по коммунарке и вот американских врачей и так далее, не упустите вот эти два дня где-то с 12 по 16 день, когда меняется кашель, когда развивается десатурация, это период, когда надо обязательно назначать антибиотики. Принципиальный день второй, потому что вы должны ответить на вопрос вот эта терапия, которую назначили эффективна или неэффективна, вот вы должны это понять, что эффективность терапии антибактериальной, она или работает или не работает. И 24 часа это очень большой срок. Обычно мы рекомендуем так называемые продленные инфузии антибиотиков и у этих больных особенно учитывая, если развивается гипоперфузия ткани, не назначайте внутримышечно, подкожно, не назначайте пароральные антибиотики, потому что это больные, у которых не будет эффективно осуществляться поступление антибиотиков в организм человека. Второй день это очень важный день в судьбе больного с пневмонией, и на это нужно обратить внимание. Ну, если вы помните классику Рокетянского, Верхового и Сергея Петровича Боткина, в седьмой день мы должны как бы проблему у этих больных разрешить. Если нет, то почему? На этот вопрос надо отвечать. Если пневмония не разрешилась в конце второй, третьей недели, это пневмония, которая трактуется как затяжная пневмония. Лечебный алгоритм. Вот, понимаете, давайте вернемся к основной теме сегодняшнего нашей беседы и нашего с вами разговора. Значит, первый период, первые 14 дней вирусомия. период, когда вирус вник в эпителиальные клетки верхнего отдела дыхательных путей, идет его репликация этого вируса и он распространяется на нижний отдел дыхательных путей. Какие здесь лекарства могли бы быть? Ну, сейчас вот наши санитарные врачи подготовили специальный документ о профилактике тех, кто участвует в обследовании этих больных. По литературным, по научным данным, еще раз, эффективных препаратов нет. Точка. Сегодня медицинская наука не знает лекарственного препарата, который обладает высокой такой активностью. Но из опыта 2002 года, из опыта 2012 года на первое место выходят препараты, которые относятся к ингибиторам нейроминидаза. Их два препарата. Ну, я думаю, вы это знаете, и не моя цель называть лекарственные препараты. Из наших отечественных препаратов, я сейчас об этом буду позже говорить, китайцы взяли на апробацию наш отечественный орбитол. И они назначают, они даже освоили новый выпуск и так далее. И у нас есть данные по применению нашего препарата отечественного ингавирин. Это данные, которые получили военные вирусологи в моделях. Больные с коронавирусом этих препаратов не получали, ни орбидола не получали, ни ингавирина не получали. Это как бы информация научная, исследовательская, поэтому это каждый врач применяет эти препараты. Период второй, это десятый, двадцатый день, бактериальный, вирус бактериальной пневмонии. Вы должны исходить из того, что это не просто пневмония, а что это вирус бактериальной пневмонии. Поэтому в том наблюдении, которое я вам представил по коммунарке, мы назначили препараты, направленные на борьбу с вирусом. Пентаглобин был назначен, азелтамивир был назначен этому больному и было назначено два антибиотика этому больному. Еще раз, вот этот период, он переломный. Если у больного нарастает гипоксимия, лекарственных препаратов не существует. Такому больному показана респираторная активная поддержка не просто кислород, не неинвазивной вентиляции легких. Тянуть здесь нельзя. Как только PH приблизилась к отметке 7,35 и кислород упал до цифр ниже 60,50, а углекислота поднялась свыше 49,50, единственный способ лечения этих больных является механической вентиляцией легких. И чем быстрее больным это будет обеспечено, тем как бы вы сможете решить вот эту проблему этих больных. Ну, в 2002 году мы в нашей стране у ряда больных применили экстракорпоральную гемоксигенацию. И она действительно оказалась эффективной. Мы это сделали в условиях института Клифосовского, томичи сделали у себя, ну и во многих странах ЭКМО тоже была применена. Ну, сейчас, как вы знаете, ЭКМО в наших реанимационных центрах находится, и это им помогает. Если этот человек переживает, то у него начинается другая пневмония. Пневмония у человека с очень глубокими расстройствами иммунитета. Поэтому некоторые из них давайте лечить так, как мы лечат больных с ВИЧ инфицированным. Почему такие как бы идеи возникают? Потому что на самом деле очень глубокие происходят изменения стороны иммунного ответа этих больных. И вторая пневмония, это пневмония, как правило, уже грибкового характера. И тот материал, который был представлен по авотопсии, это грибковая пневмония. И наконец, что с больными, если они пережили. Вот я подчеркиваю, запомните, пожалуйста, и это моя просьба, если такие больные у вас будут, обращайтесь ко мне, показывайте, давайте вместе будем думать, как помогать с легочным фиброзом. Что не рекомендуется? У вирусных больных не рекомендуется назначание глюкокортикостероиды. Это обманчивая терапия, и мышцы респираторные потребуются для более эффективного лечения. выступая перед вами и собирая материал, я посмотрел, а что делает мир сегодня? Где мир ищет выход из этого положения? И как вы знаете, есть такой открытый сайт Clinical Trials.gov, сегодня проводится 74 исследования, я их суммировал, ужал эти исследования, не буду повторять, но некоторые из них, их надо прокомментировать, потому что они вошли в рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это Лопенавир, Ритенавир, и в случаях Китая они к этому препарату добавили орбитол. Но научной базы, обосновывающей эффективность этих препаратов, нет. Это ведется только научное клиническое исследование. Я вас ориентирую по факту, который производится. нужно сказать, что ведется четыре клинических исследования, где применена вакцина. Вакцина против коронавируса. Это РНК, содержащая вакцина. Она пронумерована 12-73. Три проекта, которые ведутся в США. И Германия приступила к тому, что они проводят пилотные исследования вакцины. Опять возвращаясь к проблемам иммунитета, активно ищут. И вот посмотрите, третья строчка. Лопиновир, ретиновир, рибавирин. Рибавирин оказался неэффективным препаратом. Это показали исследования 2002 года. И интерферон бета. Тяжелая терапия. Предельно тяжелая. Но теперь, когда я вам рассказал эти этапности, вы прекрасно понимаете, когда это надо. Это надо, когда разыгралась вирусно-бактериальная пневмония. Ну и желательно не допустить развития респираторного дистроэн синдрома. Больные, которые пережили вот эти состояния, как видите, попытка применить стволовые клетки, которые получают из мезонхемии. И наконец, вот учитывая все эти данные, стали рассматривать вопрос о применении перфенидона. Это лекарство, которое у нас зарегистрировано в России. Это лекарственное средство, которое применяют для лечения легочного фиброза. То есть ни первую фазу, ни вторую фазу лечить перфенидоном не надо. Это люди, которые выжили и люди, у которых вы видите, нарастают фиброзные изменения. Им показаны эти препараты. Что сделали американцы в том наблюдении, которое я вам представил? И эта тема звучала на встрече в Белом Доме президента США с ведущими учеными США. Трамп задал вопрос в отношении готовности вакцины. Ученые ответили ему на этот вопрос так, что еще 2-3 года только тогда мы можем говорить о создании эффективной вакцины. Срок и отдаленные результаты наблюдения. На вопрос о том, а есть ли лекарственное средство, которое реально может защитить человека от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. И американские специалисты, ученые сказали, да, такое лекарство у нас есть. Это аналог нуклеотидов, ремдесивир, они применили его в лечении лихорадки Эбола. На вспышке, которая была в африканских странах, наши ученые тоже в этом участвовали. Вот, собственно говоря, то, что в мире сегодня делается по этому поводу. Ну, уважаемые коллеги, я вижу, как вы, с каким вниманием вы выслушали. Я хотел бы все-таки вот эту лекцию посвятить памяти гениального нашего российского врача Боткина Сергея Петровича в своих замечательных лекциях по крупозной пневмонии. Он настолько тонко описал все нюансы пневмонии, что сегодня даже с позиции наших знаний новых пневмоний трудно что-либо добавить. Он блестяще в своей первой лекции описал состояние сепсо-септического шока при пневмонии гипоперфузии ткани, показал, как меняется сфера сознания у человека и так далее. Он действительно был гениальным таким клиницистом. И я хотел бы, чтобы я и вам хочу это посоветовать. Давайте следовать за нашим великим врачом, каким был Сергей Петрович Боткин. продолжим. Продолжение следует...